Несколько месяцев назад я устроил эксперимент. Открыл 100 контейнеров русского транспорта. В той серии я ушел в невероятный плюс многомиллионный. На этот раз я решил повторить эксперимент. Но открыть уже намного дороже контейнера, а именно китайского транспорта. Именно в нем выпадает эксклюзивная Subaru Ampreza. И по некоторым слухам выпадает она достаточно часто. Я хочу проверить этот миф, правда ли она выпадает часто или нет, и увидеть, уйду ли я в плюс или нет, и стоит ли вообще открывать эти контейнеры. Для этого я подготовил, пацаны, 190 миллионов рублей. Так как один контейнер китайского стоит лям 900. Припаса небольшим свободным временем. И поэтому я думаю, что этот эксперимент можно начинать. Как вы видите, пацаны, русский транспорт стоит всего 300 тысяч рублей. А здесь мы будем играть каждый раз практически на 2 миллиона. Как вы уже и поняли по началу серии. Но вы должны понимать, что если этот контейнер будет убыточный, то я рискую потерять практически 200 миллионов рублей. А это вообще не шутки. Поэтому я буду просто молиться и верить в то, что этот контейнер на самом деле такой удачливый, как о нем и говорят. Но никакой пока что уверенности нет. Не все в этом уверены. И вот как раз таки сегодня я поставлю на этом вопросе точку. Я бы, конечно, офигелся прямо сейчас выпал Subaru. Так, пацаны. Офигеть! 6 миллионов рублей. Первый контейнер уже радует. Кстати, будет интересно посмотреть спустя 100 контейнеров, сколько у меня денег останется, если они вообще останутся. Продаем в порту. И мы уже в плюсе, пацаны, на 4 миллиона рублей. Идем дальше. Вообще, пацаны, напишите в комментариях, как вам такой вид роликов. Если вам нравится, можно будет потом открыть 100 контейнеров американского, европейского, дубайского контейнера. Это будет стоить очень больших денег. Но если вы проявите активность, то я, может быть, сниму. Поэтому все зависит только от вас. Не от меня. Второй контейнер пошел. Мне кажется, сейчас будет... Чё? Как? Я вообще первый раз в жизни вижу, чтобы этот транспорт здесь падал. Густой бы с 14 миллионов. Что происходит? Я вообще не знал, что такая машина может здесь появиться. Не, пацаны, я ее хочу оставить себе. Я на Боу-рынке ее продам плюс-минус за те же деньги, если бы я ее продавал. Давайте все-таки оставим ее себе. Я думаю, на ней еще стоит покататься. Вы посмотрите. Сразу, пацаны, говорю, что администрация мне не выдает деньги на эти контейнеры. Я рискую своими личными. Поэтому мне не так легко дается решительность на съемку таких серий. Следующий. Не, пацаны, если сейчас так и дальше все продолжится... Я не знаю. Мы закончим серию... И меня забанят. Просто, чтобы не втыкал. Понимаете, да? Потому что, мне кажется, мы закончим миллиардерами. Не, ну я шокирован, честно. Это будет единственный Lexus LFA на весь 20-й сервер. Ну, может, мы рано радуемся. Сейчас пойдет один слив, один слив и в конце толку от этого Lexus не будет, если я буду в минусе на 200 миллионов. Так что, посмотрим еще. Я прям заинтригован после первых двух раз, что сейчас выпадет. Ой, слушайте, неплохо. Я вообще не... Продать порту? Ну, мы в плюсе небольшом, но тачка необычная. Я вообще, пацаны, не помню, чтобы китайские контейнеры так хорошо выдавали. У меня такое ощущение, что их недавно обновили. Потому что я часто участвовал в аукционах на контейнерах. И часто видел, что падает с китайского. И так же сам открывал. И всегда это была какая-то убыточная тема. Пацаны, четвертый контейнер? Я, пацаны, не понял, подождите. Это обычный или эксклюзив? Мне кажется, госстоимость лям 500. Не, черный. А просто, а вдруг это если эксклюзив, я на черный не виден винил? Давай оставим себе и посмотрим. Пацаны, просто облом. Оказывается, это обычный. Субарик, я уже пододеялся, что это будет эксклюзивный. У меня всего два слота, поэтому, наверное, все-таки придется сейчас поехать на свалку и слить его. Я из-за этого буду в минусе. Но, если честно, ничего страшного. Пока такое хорошее начало, что мне даже не жалко. В утиле он стоит 450 тысяч. Это точно не экс. У экса густоимость 0. Возвращаемся обратно. Вот если сейчас выпадет, пацаны, Субару эксклюзив, я просто, я заканчиваю серию. Ну, ладно, я размечтался слишком. Стоимость 900 тысяч, продаю. Идем дальше. Пока что все хорошо, более чем. Дальше все пошло не так радужно, как в начале. Выпадает Мазда Тройка за 577 тысяч. Дальше. Тойота Супра за лям 440. Тойота Прадик за 2,2кк. Тойота Камри за 640 тысяч. Митсубиси Ланцер Эволюшн за лям 400. Мерседес Волчок за 500 тысяч. И Инфинити за лям 980 тысяч. Выше перечисленный транспорт будет выпадать чаще всего на протяжении всех остальных стакантов. И я думаю, что самые внимательные из вас, которые уже ранее открывали контейнера, могут заметить, что раньше такого не было. По моему ощущению, некоторые тачки все-таки добавили при обновлении. Но об этом не сказали. Потому что того же самого Лексуса ЛФА никогда не было в китайском контейнере. Пацаны, сейчас будет юбилейный 20-й контейнер. Посмотрим, что выпадет. И сейчас я подведу небольшой итог, в каком мы плюсе или минусе. Нам выпадает Прадик. И как вы видите, пацаны, у меня сейчас на балансе минус 8 миллионов рублей. Точнее, больше. Точнее, в минусе на 5 миллионов 800 тысяч. Но если мы будем еще учитывать, что машина, которую я выбил, стоит 15 миллионов, то мы пока что в плюсе. Плюс-минус на 10 миллионов рублей. Пока что все хорошо. Но если бы не Лексус, то тогда бы я был в большом минусе, я считаю. Так что пока не знаю, пацаны. Мне самое главное выбить Субару. Пока что я ни одной штуки не выбил. Но я почему-то думаю, что все впереди. Что сейчас они начнут идти. Пацаны, хочу вам большое сказать спасибо за вашу активность. Вы реально меня поддерживаете своими лайками. Когда я вас прошу 2000 лайков, вы их набираете. Давайте попробуем сегодня пойти на новую высоту. И наберем 2500 лайков. И как только мы их набираем, сразу выходит следующая серия. Мне будет очень приятно. Что касаемо контейнеров, большинство из них убыточные. В среднем где-то на 500 тысяч, может быть, миллион. Иногда выпадает Mazda MX-5, так там вообще на все полтора миллиона. Но зато каждый плюс-минус четвертый выводит тебя в плюс. А в плюс он тебя может вывести на полмиллиона, на лям, на 5 миллионов. Но иногда выпадают тачки, которые выводят тебя в плюс на 5 миллионов, 10 миллионов. И в таком случае ты окупаешь весь тот проигрыш, который имел до этого. Но просто надо иметь деньги и терпение. Из интересных новых тачек есть Toyota Sequoia за 2,6 миллиона. Каким-то фигом Touareg за лям 400, причем леворукий. Новая купешка от Nissan за 2,3 миллиона. Предпоследний крузак за 5 миллионов 400 тысяч, которые, оказывается, выпадают не так уж и редко. И одно из самых интересных, мотоцикл за 2,6 миллиона, которые тоже выпадают не так уж и редко. Причем, что раньше была стратегия в том, что большинство тачек убыточные. Ты не имеешь никакого профита от того, что ты открываешь эти контейнера. Но зато у тебя есть шанс, что выпадет эксклюзивная Subaru Impreza. И оно нивелирует все твои потери. Но пока что этого не происходит. Я иду в одни минуса. Но под конец, ближе к 50-му, ситуация начала меняться. Пацаны, сейчас будет юбилейный 50-й контейнер. Я, если честно, думал, что к этому моменту уже выбьют 2 Subaru. Почему-то этого не случается. Ёпта. Что это? И как вы видите, у меня на руках сейчас 191 лям. И Porsche, который мы сейчас продаем практически за 9 миллионов. И мы, получается, еще и в плюсе. Большую часть времени я уходил в минус, в минус, в минус. А последние 5 раз 1 плюс. Мы даже в плюсе тут до 10 миллионов, не считая еще Lexus. Короче, я уж как-то грустил. Но как начало выпадать последние 5 раз, я, если честно, обрадовался. Может, хотя бы сейчас Subaru будет не за горами. Посмотрим. Вместо Subaru мне выпал Mercedes GL за 2,7 миллиона. Я, конечно, офигел, когда его встретил в китайском контейнере. Такого раньше точно не было. А сразу после этого Honda S2000. Тачка классная, но повела в большой минус. Поэтому я действительно ей рад. Хотя модель мне нравится. Ситуация с тачками плюс-минус, как и раньше. Но мне уже третий раз за сегодняшний день выпадает Subaru. Причем, что в черном цвете. И причем, что не эксклюзив. Я каждый раз смотрел за миранием, но приходилось ее продавать все-таки в утиль. По старым поверьям, Subaru Impreza выпадала плюс-минус каждый 20-30 раз. И по такой логике, ну хотя бы один раз она должна была мне выпасть. Но этого не происходило. Отчего я был очень сильно, если честно, озадачен. И мне начали приходить очень мутные сомнения. Но об этом попозже. На этот раз очень часто начали выпадать Honda Civic, Honda Accord и Toyota Gruzac старого поколения. Эти все тачки вели меня в минус. А иногда появляющиеся тачки немецкого автопрома меня уже больше не удивляют. Что? Пацаны! Густой МС-15, стоимость в порту 11. Ё-моё! Продаем! Я бы себе оставил, но я не любитель этой машины. Но это я считаю жирно, пацаны. Я прям удивлен. Уже пошел седьмой десяток и все-таки пацаны. Я могу сделать вывод, что самые часто выпадающие тачки это Toyota Braddock, Infiniti и Toyota Mark II. Я их встречал чаще всех остальных. Пока я открывал контейнера, пришел КД на обычные конты. И пацаны за 4 миллиона открыли комнат Китая. И там выпала Mazda MX-5. Я уж думал, что если сейчас выпадет Subaru, то я буду самым настоящим лохом в этой жизни. Потому что я открыл уже, я не скажу сколько, больше 50, это и так понятно. И ни одну Subaru. Тот чел с первого раза выбил. Но это было бы интересно, конечно. Когда все разошлись, все шло по накатанной. Выпадали плюс-минус одни и те же тачки. Но спустя где-то 10 контейнеров, я просто офигел. Выпала опять Acura NSX. Уже второй раз за сегодняшний день. Причем, что пацаны был и Lexus LFA, и Porsche 911, и Acura. Но до сих пор не было Subaru. Такое ощущение, что ее просто убрали. И еще, чего я офигел, от Mercedes 211. Который выпал за сегодня уже несколько раз. Но, кстати, не было ни одной BMW. Мне кажется, тут причастен Ковалевский. Также забыл сказать про Mercedes C-класс купе AMG. Который за сегодня выпал минимум 3 раза. И он продается за 6 миллионов рублей. Пацаны, 97 контейнеров открыто. Осталось последних 3. Subaru так и не выпало. Но я в очень хорошем плюсе. Наверное, в течение серии будет видно, сколько я уже денег заработал. Но я, если честно, офигел от того плюса, в котором я нахожусь. И сейчас у нас две последние попытки того, что может быть выпадет Subaru. И на самом деле я уже все понял. Но сейчас будем надеяться на чудо. Я действительно, пацаны, вижу, что контейнеры изменили. Реально, изменили. Но об этом почему-то нам не говорили. Я в свое время открывал много контейнеров. И китайских, и американских, и русских. На серию, без серии. Я знаю все тачки, которые выпадают в каждом контейнере. И то, что сегодня выпадало в китайском, такого никогда в жизни не было. И я думаю, что многие игроки со мной согласятся. Напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Потому что я утверждаю на 100%, что на последнем обновлении, буквально там недели две назад, произошел ребаланс контейнеров. Я в этом уверен. Вот смотрите, сейчас Subaru выпадет. Так, Lexus продаем. Небольшой минус. И, пацаны, сейчас остался последний сотый контейнер. Если честно, я уже устал сидеть за компьютером, болит спина. Тяжко, это тяжко. Но, тем не менее, деньги приносят. Почему бы и не посидеть? Действительно, мне кажется, на моем бы месте сейчас хотел бы оказаться, наверное, каждый. Все, пацаны, время прошло. Открываем юбилейный последний на сегодняшний день. Выпадает Honda S2000. Это минус. Закончили мы не очень хорошо, не так, как мы начинали. И самое время подвести итоги, пацаны. Давайте подойдем к Lexus. Сейчас я нажимаю на кнопочку. И вы видите, сколько у меня денег. У меня 208 миллионов рублей. Мы в плюсе. На 18 лямов. Плюс еще Lexus. Это еще 15 лямов. Итого 28 миллионов рублей в плюсе мы. Я хочу сказать вот что, пацаны. Итог таков. Я заявляю, что мне можно доверять на 100%. Потому что я очень много открывал, как я уже ранее говорил, контейнеров. Конты изменили. Раньше контейнеры Китая были убыточные. И только за счет эксклюзивных тачек ты мог выходить в плюс. И кто не такой большой. Сейчас их изменили. Subaru, судя по всему, убрали. Ее больше не будет. Или она максимально редкая. Но даже если она максимально редкая. Но 100 контейнеров она должна была выпасть. Раньше она выпадала в среднем на 25-30 контейнеров. То есть за сегодняшний день она должна была выпасть 3 раза. Сейчас их выпало 0. Но зато начали появляться такие тачки, как Lexus, как Aucure NSX. Которых раньше никогда не было. За всю историю. А Subaru перенесли в контейнеры. Либо Америки, либо Европы, либо прям Дубая. Судя по всему, раз Китай пофиксили. И изменили. То изменили и все остальные контейнеры. Поэтому было бы очень интересно. Открыть их и посмотреть, что там выпадет. Такие итоги на сегодняшний день. Пацаны, 2000 лайков будет в следующей серии. Пишите в комментах, как вам итог. Всем спасибо. Пока.